Сегодня день рисования на асфальте, но мы с вами поговорим о вышивке. Всем привет, меня зовут Оля, и вы на канале про крестики. Я в той же любимой своей яме, и да, у нас тут есть и асфальт тоже, поэтому мы пойдем с детками и порисуем обязательно. А клевер я пока еще ищу. Клевера почему-то в доступности мне не так уж и много, и не удается пока с этим разобраться. Но я в поиске. В крайнем случае я себе выращу такой клевер. Это в планах у меня тоже есть. Как и обещала, давайте посмотрим, что я привезла из Самары. Подарки в основном были куплены девчонкам, деткам, моим, племянникам, в общем, все мои, все мои. Вот. Кое-что уже закончено, выложено, поэтому я вам обязательно это покажу. И давайте не будем откладывать, сегодня не буду много болтать, поболтаю видео, давайте смотреть. Так, мы снова с рыжиком в кадре, и покупки, которые я хочу показать, это то, что купила Света, мама Ксюши, Насте, и да, у них еще брат есть. Ну и что-то я из города привезла, и начну я, пожалуй, не знаю, что под руку будет показать, пока попадаться, то и буду показывать. Сейчас это ежик от Риолис. Риолис я, честно, распаковывать не буду, потому что все вы знаете, что такое упаковка Риолис, ее один раз открыл, и все. Пусть девочки сами откроют, сами получают удовольствие от распаковки, от всего этого. Ну, в общем, да, здесь такой антивандал. Размер у него 13х13, канва такая же, как обычно, такая, как холчевая, ну, нитки шерсть. И вот остальные сюжеты, воробья этого я вышла, а это я, конечно, еще все планирую, это пока у меня не вышло. Вот, ну, 14-я Аида, 11 цветов. Вот они, кстати, пишут и фирму, ну, хотя бы канвы. Шерсть у них своя, это от Риолиса. О, котик тут. И игла не знаю чья, а вот, а вот, а вот с остальным, в принципе, понятно, канва понятно. Кусочек схемы здесь, кстати, не видно. Не знаю, хоть убери и ставь, ну, по видео, которое я снимала, идеальный набор вышивки. И, может быть, есть смысл придумать какую-то свою градацию, свою оценку и выставлять ее. Ну, я над этим подумаю. Ой, милота. Ну, младший у меня опять не уснул, и мне придется снимать, ну, как есть, наверное, с прочими звуками. У меня тут еще есть одна зрительница снимок, это Настя, которая, часть наборов, которые принадлежат ей. Вот. Ну, в общем, она, да, любопытствую тут сидит. Ну, и, в общем-то, это, Настя, это твой набор? Да. В общем, покажу Насте набор. Вот его распакую. Настя, ну, она, как я, она не удержалась, тоже распаковала и посмотрела. Держи, чтобы это все не разлетелось. Настя, извините. Ой, кот, прости. Пришлось немножко поменять дислокацию, но света здесь поменьше, но ветра тоже сильно поменьше. Надеюсь, вам видно. Ну, в общем, здесь у нас 13 цветов, причем один из этих цветов это металлик. Ой, он, кстати, приятный на ощупь. Я думала, хуже будет. Не знаю, что это за металлик, но гамма, стопудово гамма, потому что Алиса использует все гаммовское. Буду иметь в виду, что гаммовский металлик приятный. Лучше, ну, чем какие-то, которые мне попадались до этого. Может быть, это были ДМС, такие очень жесткие. Вот. В общем, такие у нас нитки. Вот. В общем, вот такой мак у нас красиво будет получаться. Я надеюсь, что свет все-таки, ну, комфортный. Потому что мне плохо видно, знаете, на улице отсвечивать. В общем, мак красиво. А, и самое главное, я забыла сказать, это фирма Алиса. Ну, и вот здесь, собственно, указано, что это цветная схема здесь. Канва гамма, мулина гамма и гла гамма. В общем, все здесь гаммовское, как я и говорила. И вот в сердцевинке, в сердцевинке вот эти точки и немножко БЭКа, они вышиваются золотом. Не очень понятно. Ну, да, больше ничего здесь с золотом нету. Так, давайте посмотрим. Ну, канва, понятно, канва. Они вложили две иголочки для БЭКа и... Да, блин, две иголочки для БЭКа и обычная вот они. Не знаю, видно вам, не видно. Мне вот вообще ничего не видно, что я снимаю. Вот они. И схема. А где схема? А, схема, собственно, это, оказывается, схема... Вот Настя говорила про то, что жесткая обложка, а эта схема, оказывается, обложка является еще и схемой сразу же. Ну, многие так делают. Ну, вообще, это Света купила дочкам своим и вышивку, как я уже говорила, забрала себе Настя. В принципе, Настя легко с этим справится, но это уже работа посложнее, чем то, что она до этого делала. Здесь вон в три нити вышивается золотом, аж БЭК там в две нити, вот этой золотой ниткой. Остальное это крест в две нити и немножко полукреста тоже в две нити. Это, кстати, Настя сама все заметила. Что там полукрест даже есть. А еще она увидела такую интересную вещь, я вам сейчас покажу. Ну, схема цвета символя, тут все понятно. Центр отмечен, молодцы. Десятки крестиков не считают, это минус. Но в остальном по схеме, по схеме, если честно, вопросов нету вообще никаких. Разве что, может, карандашом это будет не очень удобно зачеркивать, но и только. Настя обратила внимание на такую штуку, что здесь длина ниток везде разная. Почему-то. То есть, ну, как-то очень своеобразно навешаны, криво. В общем, по-разному как-то навешаны, очень непонятно, почему так. Причем так сделаны все. Если честно, даже примерно одинаково навешаны. Видимо, в этом есть какая-то, ну, одинаковая длина у всех. Какая-то глубокая мысль, что ли, я не могу понять. Не знаю. Я тут Настя спросила, как узнать, во сколько ниток вышивается, как этого по схеме понять. Я начала разбираться, и оказывается, что золотом здесь вышивается не в три нити, вышивается, не в три нити, как я сказала, а аж в четыре. Ну, не в две, не знаю. Я сейчас вот ради интереса проверю. Золотая пасма, у нее там сколько ниток? Две или шесть? Ой, четыре или шесть ниток, не пойму. Ну, надо ее так капитально разбирать, но, похоже, там стандартно, ну, как бы шесть ниток. Ну, в общем, вышивается там это все в четыре нити. С ума сойти. Хочу еще снять набор такой. Я купила своей дочке. Купила я этот набор даже не ради самого набора. Я его покупала в Галамарте, а вот, как видите, здесь написано пластиковая игла. Я уже показывала, что у меня дети такие вышивают в Питере, но здесь у меня у дочери возникла в таком потребности. В иголке конкретно. Вот эта пластиковая иголка. Нитки разбирать опять надо самостоятельно. Нанесенка. Вот такая, знаете, так себе история с этой нанесенкой. Вроде крестики в этот раз неплохо нанесены, ровно, понятно, но здесь есть бэк, который зашивается. А как понять, как этот бэк зашить? В общем, зашивешь этот бэк, и для него должна быть тогда схема. Но схемы нету. То есть придется, наверное, ориентироваться сюда, на обложку, и все. Это минус. Ну, пластиковая игла. Я спрашивала в Леонардо, но в принципе, я ее нигде не находила самостоятельно. Мягкая прям. Ребенку, мне кажется, любого возраста дать не страшно. Так что вышедет у меня, дочка, этот набор хорошо. Я порадуюсь. Нет, в принципе, с ума не сойду. И получается, что цена вопроса, цена такой углы, это 79 рублей. За 79 рублей я вот это вот купила в Галамарте. Сюжет, в принципе, хорошенький, несложненький. В общем, что у нас написано тут про набор? Техника выполнения. Крестом. В три нити учат, как крепить петелькой. Опять гениально. Давайте три нити купить, крепить петелькой. Даже ребенок восьми лет, Настя, да, прекрасно знает, что это глупости и невозможно. Но, тем не менее, они это предлагают. Ну, ладно. Цветовая схема. Нитки Мулине врют. Цветовой схемы нету. Нитки есть, ладно. Ну, вот это, видимо, вот это у них, наверное, считается цветовой схемой, судя по всему. Потому что, ну, это точно не фотоотшива. Ну, и написано 5+. Что у них тут? А больше? А, ну вот, немножко информации есть. Обязательной сертификации не подлежит. Ну, какое-то ИП в Екатеринбурге это все производит. Не производит, производит Китай. Да, а импортирует. Ну, в общем, как-то так. Ну, как-то есть такое, да, китайские копии. Китайцы копируют наших дизайнеров и, в общем, привозят нам эти копии. Ну, и единорожка миленькая для ребенка. Как для восьмилетнего ребенка. Тебе нравится такой дизайн? Ну, вот. Так что восьмилеткам нравится, пятилеткам тем более. Ну, теперь покажу нитки на глазки. Это сюжет, который достался Ксюше, да? Ну, распаковывать я их не буду, потому что состав набора идентичен тому же, что и маки. Ну, цветовая палитра немножко отличается, но при этом здесь все равно также есть золотая нить. Цветов здесь 13, ну, и также нитки гамма, мулиная гамма, иголка гамма. А вот, кстати, в сравнении, этот дизайн у нас 10 на 11 сантиметров. А тот, Настюш, ты его, он в пакете уже. Спасибо. Тоже 10 на 11. Вот такая красивая пара. Наверное, надо было их сразу снимать. О, я неудачно упаковала тут с ниткой. Ну, в общем, да, у девчонок похожий дизайн, и они за них немножко даже спорили, но потом вроде сами договорились. Мы тут все периодически пытаемся уговорить кота с нами посниматься, иногда он даже чуть-чуть соглашается. Ну, ладно. Еще один набор, который я точно не буду распаковывать по всем понятным причинам, это набор Риолиса «Маленький лисенок». У меня он есть, у вас я его, по-моему, вам я его тоже показывала, он у меня распечатанный. По-моему, именно лисенка я вам показывала. Ну, Зайца точно показывала и вышитым, и как набор. Ну, в общем, вся эта серия такая, всем, наверное, плюс-минус знакома. И вот эти, ну, понятно, что эти все наборы у меня тоже есть. Вот этот набор заказала себе Ксюша. Нет, Настя. Настя заказала себе этого, как его назвать? Это Олененка, точно. Олененка себе выбрала Настя, а Ксюша себе выбрала лисенка. И я буквально перед этим заказала я такие же наборы с девочками. Мы посидели, их выбрали. Все, они понравились. Я заказала лисенка и олененка, да. Потом проходит несколько дней. У меня уже в группе должен быть выкуп через пару дней. И мама сообщает, что купила девочкам своим набором. Ну, просто пошла в магазин, сама и купила. И это был, кто это был? У нас ежик, собственно, вы его видели недавно. И вот этот вот лисенок. В общем, благо я успела отменить заказ лисенка. Мама так удачно угадала. Отменить заказ лисенка. И мы заказали лисенка, тоже от Риолиса. Закладку, да. И себе я заодно тоже заказала. Как-то так мне она понравилась, я ее тоже захотела. Вот, ну, также стандартный размер 13х13. Такая же Аида Цвайград немножко. О, здесь, кстати, немножко из схемы видно, как она будет выглядеть. Символы какие-то и Бэк. Вот, ну, я уже рассказывала. Не так уж и просто мне было вышивать зайку. О, смотрите, даже петухи. Вот. Не так просто было вышивать зайку, как это казалось. Ну, посмотрим, как это будет здесь. 11 цветов, 14 Аида. Вот, ну, и классная-классная канва. Мне очень нравится такая. Стараюсь потише говорить, чтобы бабушка не слышала. Так как этот набор был куплен специально для Насте, чтобы она вышла бабушке. Она скоростная вышивальщица, и она одной своей бабушке вышила набор. Вы увидите его в конце месяца. И открою нас. А второй бабушке она сказала, что хочет выщить ромашки. И когда я была в городе, я ей купила для этого ромашки. Какая-то странная у них дополнительная упаковка. Такое ощущение, что либо ослабло, либо кто-то лазил. Хотя внутри вроде все аккуратно так разложено. Вот. Ну, что у нас? Схема. Ой, какая мелкая! Вот они, жуки! Чтобы впихнуть туда, решили сделать мелкую схему. Так, ну, это все крест в две нити, Настя. А я ее заверю. Да. Наконец-то ты сможешь это, петелькой вышивать. Ну, и цветок все в ручке. И все в две нити, там бока нет. И никакого бека, да. Красота. Вот, мне кажется, это Настя на отдыхалочку будет. Если не считать, что она такая мелкая, все. Ну, и как всегда, здесь все гамма, инструкция. Ну, в общем, как-то так. Вот такая у нас еще покупка была. Дальше два набора, которые я хочу взять. Это я купила для девчонок Ларт бисерный. Ну, если честно, это не совсем то, что я хотела им купить. Я хотела, чтобы наборы были такие, где уже видно, как бисер пришивать, куда, в каком месте. А здесь, судя по всему, это не так. Давайте откроем. Причем откроем, наверное, даже оба. Потому что я хочу их сравнить. Что у нас здесь? Ну, у нас есть бисер. Не в зипах. Вот это прям, вот вообще огромный им минус. Прям приогромный. У нас есть схема с десятками крестиков, обозначение цветов с номерами, в принципе. Ну, и название. Как этот цвет понять, собственно, тоже написано. Окей, это хорошо, это плюс. Центр. Центр отмечен. Есть как... О, рекламка. Аппликации какие-то. Есть инструкция, как пришивать бисер разными способами. Окей. Только здесь... Ага, там польский и казахский. А где у нас? Интересно. Вот сейчас мне прям... Сейчас я прям обижусь. А мы? Набор был куплен в российском магазине. В России. Причем там... Ну, ладно, не так уж и далеко от Казахстана вроде как. Но, тем не менее. Это в Самаре было куплено. Почему здесь нет русского языка? Два языка. Отдельно вложены инструкции на двух языках. Другой инструкции здесь нет. Больше ничего нет. Ну, как бы... Нечестно. Хотя это, наверное, вопрос не к производителю, а вопрос к тому, где это было импортировано. Я не думаю, что... Ну, как бы, набор Экларта я уже видела. Я не думаю, что там везде так. Иголка бисерная одна. И так как, судя по всему, это пришивается просто на конве. Просто вот таким вот способом. Не знаю, может, что-нибудь на обложке написано у них. Как это делается? Рекомендуемый размер пялец. 10-100 мм гамма. Ну, неудачные у них пяльцы, если это говорить о самозапяливающихся. Набор разработан в 2008 году. Вот сама схема, как вы видите, здесь написана-то на русском. Право замены бисера. Это мы написать не постеснялись, не забыли. Ну, нет, нормально, что вы это пишете. Непонятно, почему с инструкцией такой косяк. Непонятно. Исключительные права. Ладно. За это мы скажем спасибо. Я так полагаю, что... Сейчас скажу кому. Упаковщице номер 224. Возможно, дело в ней. Возможно, дело в том, кто это экспортировал. Но еще раз, тогда бы... Я полагаю, что на передней стороне было где-то бы написано что-то о том. Ну, и размер 6 на 5 см. В общем, ну, такой это будет бисерный арбузик. Вот. На фоне этого мне, конечно, хочется сравнить... Не шарки, пожалуйста, немножко. Сравнить два набора. Потому что с самого начала я увидела разницу. Какая здесь разница. И что мы сразу видим? Первое, что мы видим, почему я захотела распаковать оба, это зип-пакеты. Зипы. Зипов там не было в том наборе. Это огромнейший минус. Я очень зрусь, когда кладут эти одноразовые, не кладут зипов. Это не честно. Это говорит о том, что набор придется дополнительно доукомплектовывать. Невозможно пользоваться, не имея что-то... Ну, оставлять, опять же, хранить. Не имея что-то для этого. Так нельзя. Я не знаю, как бросают тот же нитки, когда они не разобраны. Вот зачем так делать? Вот. Вот здесь у нас уже адекватная инструкция. Причем инструкция, которая по вышиванию и по этому. Вот эта инструкция как раз отражает то, как должен пришиваться бисер. В той я не помню, чтобы я так... Ну, было, было такое, но не увидела прям так четко. Здесь у нас это упаковщица номер 91. Это дама или молодой человек, ну, скорее всего, дама. Кстати, а почему упаковщица? Вообще, в русском языке, насколько я знаю, все профессии мужского рода. Ну, и должен быть упаковщик. Хотя я могу ошибаться. Может быть, это правило исключения. Поправьте меня, если это не так. Но, опять же, это полная инструкция, как крестиком вышивать, как делать фрузелок. Ну, как-то так. Реклама. Ну, рекламу мы тоже положили. О, вакансии нужны дизайнеры, художники, иллюстраторы. Имейте в виду, я, кстати, сейчас посмотрим по упаковщице, когда это было. А, это в 18-м году. Уже, наверное, и не надо. Ну, если кому интересно, позвоните, спросите. Ладно, давайте дальше пойдем в этом наборе. Ну, вот, опять же, одна игла бисерная всего лишь. Может быть, она здесь ломаться и не будет. Аида, по-моему, здесь 14-я. Все нормально. Набор все-таки, я так полагаю, как позиционируется, как детский. Вот здесь небольшая инструкция. Написано, что определите центр, совместите с центром схемы, вышиваются на канву полукрестом, соответствует значку. Используйте нитки в цвет канвы. А, то есть вы еще и нитки. Да, кстати, нитки-то ни там, ни тут, ни лежат. То есть нитки должны быть в цвет канвы белые. Отлично. Молодцы. Слов хороших нет. И здесь у нас 7 цветов. 7 цветов. Молодцы. Здесь у нас цвета пронумерованы. Здесь у нас просто идут значки. Опять же, догадайся, мол, сама. Вот, ну как? Вот как это такой вот... Причем здесь отшив. То есть человек, который отшивал по их набору, должен был сказать, что, господа, у вас косяк. Так, причем усиленный, усиленный, причем серьезный косяк. Непонятно. Исправьте. Но нет. Здесь вот что-то среднее, если бы совместили оба этих набора, взяли как бы лучшие стороны из обоих этих наборов и добавили нитки, наверное, я бы и не гундела. Наверное, я бы сказала, все молодцы, все классно. А в результате, как бы получилось, здесь наполовину какая-то фигня, здесь наполовину какая-то фигня. В общем, не знаю. Ну и да. И реклама, аппликация в стиле почеворка. Ну, в общем, как-то так. Я недовольна этой покупкой. Она была очень недорогая, слава богу. Вот. Это, пожалуй, является плюсом, потому что если бы я дофига... Безопасно, быстро, все включено. Не все включено. Не знаю, как в вашем наборе по почеворку. Включено, не включено. Но в бисерной точно не все. И иголка одна. Вот правда, возьму и задамся вопросом. Это выставить свою градацию этой. Сделать свою шкалу оценок и по ней выставлять оценки набором. Вот так. Все, а дальше у нас все интереснее и интереснее. От вышивки мы перешли к бисеру. От бисера мы перешли к алмазке и закончим. А не скажу чем, но это тоже будет сюрприз классный. Снять хочу обзор на алмазку фирмы Freya. Мы... Ну, я, собственно, купила это. Две такие алмазки-подвески купила моим старшим детям Алисы с Ваней. И племяннику я купила такую же, но магнит. Не знаю, кстати, где упаковка. Но... А где он сам? Где-то он здесь сам должен. Так все, не глянешь, потом. Ну, потом. В пакете он скорее всего. Не, он в пакете скорее всего. Ну, потом достанем. Ладно. Короче говоря, вот таким вот образом выглядят эти упаковки. Причем вот эта часть, узор, немножко отличается от того магнита, это подвеска. И есть еще третий вид, который я видела, это наклейки. Сын у меня тут решил снизу открыть, поэтому, пожалуй, снизу я все это извлеку и покажу у вас, что внутри. Здесь у меня к этому производителю есть... Очень недорого мне этот набор обошелся. Что-то в пределах 230-290. Ну, то есть такой. Особенно для деревянной заготовки. А подвески, они на деревянной заготовке выкладываются. Магниты, они сразу на магните выкладываются. Ну, в общем, я вам сейчас все в кадре покажу потихонечку. Посмотрите. Ну, ниточка тут сразу же есть. Я ее уберу в набор, чтобы не потерять. И покажу, что тут есть внутри. Внутри у нас... Я когда увидела, сначала долго думала, пыталась сообразить, что же это такое. А это, господа мои, лоток. Не вот тот, который мы привыкли с полосками, где потрясешь его, и сразу распределяются. А вот это вот надо, типа спичечного коробка что-то собрать и хранить. Причем, смотрите, у нас не зип-пакеты. У нас снова не зип-пакеты. И куда это высыпать назад? То есть тебе надо сразу один цвет выложить и все это, наверное, в одно место всыпать, если ты заранее не озаботился зип-пакетами. А я приехала с этим в деревню. Я не озаботилась. Ну, в общем, заменила по возможности на... У бабушки тут потихонечку появляются спичечные коробки. Но Даня, например, племянник у меня выложил свой набор за один вечер, поэтому я просто ссыпал все в одну кружку. Естественно, мы не могли коробков набрать. Стараюсь пока что-то... Сыну я еще не дала, попросила его возможность снять обзор на набор. И дочь у меня там что-то ковыряет, но тоже покажу. В общем, это ужас. Я еще думаю, почему рядом с этими наборами продаются отдельно лотки. Ну, набор для выкладывания алмазки. Там лоток, стилус и силикон. Ну, теперь понятно почему. Собственно, стилус и силикон. Такого фиолетового силикона у меня еще не было. Причем этот какой-то более розовый, что ли. Или я просто смотрю при дневном свете. А сына у меня более фиолетовый. Ну, может, более толстый слой. Вот, не у сына, а у дочки. Да, она уже начала выкладывать. И классный фиолетовый стилус мне понравился. Здесь на три страза сразу насадка есть. За это я однозначно ставлю плюс. Здесь и силикон хороший, и стилус хороший. Молодцы. Вот такая заготовка. Что я могу сказать насчет заготовки? Ну, она толстенькая. Она не пахнет так, как обычно пахнет деревянной заготовкой. Здесь нету схемы с условными обозначениями ключа, потому что здесь идут цифры. Цветов немного, судя по всему, я их вижу только восемь в этой схеме. И они, в общем-то, все подписаны. Все просто выкладывается. Окей. Не очень легко, конечно, это мне отодрать. Не очень удобно. Но это тоже хорошо, что оно нигде не обвалилось. Вот я сейчас попробую. Ладно, потом посмотрю на дочки и посмотрю, какого размера клеевой слой. Но, судя по всему, что с боков не отдирается, он полностью клеевым слоем закрыт. Соответственно, вот эта часть у нас будет покрыта белым, ну, этим клеем, который будет цеплять грязь. Это минус. Ну, сюда, в общем, у нас завязывается эта нитка. Дочь у меня решила сделать из своей подвески не брошку, ну, не, как же это, не брелок, а что у нас? Что у нас? Это будет игрушка на елку. Она решила, что у нее будет игрушка на елку. Я одобрила, мне эта идея нравится. Ну, и вообще, в общем-то, он хорошенький, хорошенький. Этот мне понравился. Ну, и толстенький такой, плотненький. Ладно, это плюс. И у нас остаются стразы, что являются одновременно и плюсом, и минусом. Минус я вам уже озвучила, что они не в зип-пакетах, а в одноразовой упаковке. А плюс, как вы видите... О, девчонки, котенка принесли. Мимо тут прошел. Ну, ладно, плюс этих страз. Сейчас, посмотрите, покажу вам в разных цветах. Какой еще он? В красном, кстати, я не вижу этого эффекта. А может, и нету его. Вот в голубом этот эффект точно есть. А нет, он, наверное, и на всех есть. Просто где-то лучше видно, где-то хуже. Они голографические. Я впервые сталкиваюсь с голографическим эффектом. У Марии на канале Алмазная мозаика не только я видела. Разные виды страз. Она очень классный обзор. Она все это делает. Очень полный, очень понятный. Так вот, она рассказывала про голографические стразы. Но я с ними столкнулась впервые. У меня есть наборы с круглыми, с квадратными, со стеклянными. А вот за голографическими у меня не было. Ну и пока нет этого набора детей. А мне придется... Ну, я себе, наверное, все-таки куплю, потому что мне понравились они. И причем эти только в деревянных заготовках. Ну, на деревянной основе, на подвесках голографические стразы. Я не... Вот, кстати, в Росфокусе хорошо видно. Я не уверена, что они везде. Вот. Ну и сразу покажу инструкцию. Вот здесь инструкция по тому, как собирать этот лоточек. А здесь инструкция по тому, как выкладывать стразы и делать подвеску. Так, где у нас? Видно, видно, видно. Ну да. Ну, не знаю, что сказать. Наверное, она очень бюджетная получилась. То есть в пределах 300 рублей. Очень неплохо, ну, замечательно для такого набора. Можно им простить эти пакеты. Ну и, к сожалению... Ну, те, кто увлекается алмазкой, у них есть. Зипы они покупают заранее, потому что не только Фрея фирма страдает вот этим. Кстати, фирма Фрея, это торговая марка... Господи, не обмануть бы. То ли га... А, Панны, вот. Да, здесь внизу, видите, написано. Это от Панны. Упаковщица, кстати, сразу здесь написано. Ну, здесь к упаковщице у меня вопросов не будет. Вот, к упаковщице вопросов нету. Есть вопросы, конечно, изначальной комплектации. Но, опять же, вопрос цены. Те, кто занимается алмазкой, у них ластки есть. Окей. Те, кто... Сладкая... Ну, и зипы у них тоже есть. Потому что, как я уже сказала, очень многие зип-пакеты не кладут. Поэтому заранее это все закупается в больших достаточно количествах. Покажу, как это выглядит немножко собранным. Как это выглядит на деревяшке. Вот такой набор я купила. Такой же своей дочке. Вот уже отклеено. Вот здесь эти голографии... Вот она, кстати, проскакала. Чеши, чеши! Голографические стразы изумительные. Не знаю, неплохо видно, так ли они у вас переливаются, как они переливаются у меня. Но они шикарные. Вот. Там копытцы... Не шорка, пожалуйста. Спасибо. Ой, и котик тут. Копытцы немножко выложены. В общем, классный единорожек. У кого есть девочки, ну, прям очень советую. Потому что... Как, девчонки, восьмилеткам такие наборы нравятся? Мне нравятся. Да, восьмилеткам тоже понравятся. Моя четырехлетка с трудом, конечно, пока укладывает все это. Вот. А девчонки уже, я уверена, виртуозно справились бы с таким набором. И... Ну, в подарок хорошая идея. А вот, собственно, обещанная пицца. Да, у нас тут происходят некоторые изменения в кадре. Пытаемся приручить наших зверей. Вот, магнит. Он прям сразу магнит. И здесь сразу не голографический. Ну, ну, племяннику понравилось. Ему через два дня 11 лет. Через два дня. Это у меня через два дня. У вас ему уже стукнуло 11 лет. Но в любом случае он собирал это, пока ему не было 11. И собрал он ее за один вечер. Буквально вечер. То есть это не день. Он сел и собрал одним разом. Вот. Ну, ему понравилось, в общем. Мне тоже. Решила это. Я ему предлагаю. Маме намекай, когда пиццу хочешь, на холодильник вешай. Последний набор, который я вам хочу показать. Это вообще для меня что-то новое. Это называется шерстяная акварель. Набор он... Сейчас я вам скажу, что это за набор. Считается то ли мокрым валянием, но на самом деле здесь ничего мокрого нет. Плоское какое-то валяние. То есть здесь объемное, а есть вот такая картина. Ну, для объемного нужно немножко чуть получше руки иметь приделанные, чем у меня. А вот здесь, может быть, это и не так. Хочу вам показать подробнее. Я вчера смотрела, разбиралась. Мне очень понравилось. Причем я покупала его в Леонардо. И всего за 170 рублей он мне обошелся. Там была на него скидка. Я не смогла удержаться. Ну, естественно, я уже внутри все поковырялась, посмотрела. Сложность. Мне очень понравился уровень сложности. Ну, мало, наверное, кто знает. У меня фамилия Акчинникова. Вот так вот здесь сложность. Две овечки. Считается уровень сложности простой. Две овечки это простой. Ну, не знаю, скажите моему мужу. У него две овечки. И что-то я не думаю, что он считает, что это легко. Вот. Ладно, давайте открывать на самом деле. А, еще я решила, что даже если вдруг не получится, я купилась на упаковку. Вот. Для вышивки решила, что она будет самое то. Она, кстати, еще была дополнительно проклеена скотчем. И вот за это тоже спасибо. Я понимала, что, в принципе, скорее всего, туда до меня никто не лазил. Я постараюсь, конечно, показать это так, чтобы ничего не нацеплять сюда. Разбиралась вчера в инструкции усиленно. И, на самом деле, с огромнейшим удовольствием. Мне очень понравилось читать. Для меня было все новое. И, в принципе, для человека, который вообще никакого отношения не имеет к подобному виду творчества, было все очень и очень понятно. Здесь всего два комочка шерсти. Розовый и белый. Ну, собственно, ими все и выкладывается. Есть вот такой пинцет. Ну, наверное, это для того, чтобы удобнее было брать. Окей. Плюс о нем. Хотя я еще не знаю, как такие наборы оценивать. Наверное, потому, насколько мне всего хватило, насколько мне было понятно. Есть такая классная инструкция-книжечка, где указано, причем очень подробно и понятно на картинках, указано, какими способами можно работать с шерстью. То есть отщипывать, отрывать. Есть метод паутинка, когда ты руками разделяешь, жгутиком скручивать. На стричь можно, вот нарезка как раз. Как можно делать бленды по нашему, по вышивальному, смешивать цвета, в общем. Будь здоровы, зайчик. Вот, в общем, котик чехнул. Как с трафаретом работать, как с выкройкой работать. В общем, все понятно. Прямо. И условные обозначения вот эти сверху, это те обозначения, которые используются для схемы. Так, откладываем. Инструкция. Вот за инструкцию я прям большое спасибо хочу сказать. Ну ладно. Сделан вид, что я не заметила, что здесь зачем-то показано, что все листы надо зачем-то разрезать, разделить. Сделаю вид, что я этого не заметила. Хотя, если вы считаете, что их надо нарезать, так мне кажется, у вас для этого больше ресурсов, чем у меня. Я там криво полежу ножницами, а как я потом все это буду собирать. А у вас тут книжечку же смогли такую классную сделать. Почему с этим не смогли? Ну ладно. Бог-то с ним. Расскажу про саму инструкцию. Она детальная просто. Она очень подробная. Здесь все понятно. Какая часть. Вот эти вот стрелочки, которые обозначения. Ой, я буду. Ладно, сделала. Ладно, я буду ее показывать. Я вам буду ножницами показывать. Значит, здесь вот эти стрелочки. Понятно, что вот эти контуры выкладываются. Это заполняется я. В общем-то, примерно разобралась. Тем более, что указан здесь, я так полагаю, номер цвета и значок, каким образом все это делается. И вот это первый рисунок, это первый этап, который часть выкладывается. Плюс параллельно здесь с текстом все очень подробно расписывается. Что нужно делать. Где тут у нас? Вот. Вот здесь. Здесь на рисунке один, вот показан рисунок два и написано, каким способом, что выкладывать. Дальше идет детальная проработка, более такая подробная. Тоже все подробно указывается, как это все делается. И есть еще финальный декор. Есть еще, оказывается, третий рисунок. И четвертый, а, 3А, 3Б. Ну да, здесь, каким образом все это дополняется. Но все это, еще раз скажу, я первый раз это в руках держу, с этим разбираюсь. Все это очень и очень подробно расписано. И длина примерно. А вот это, чтобы все понимали, на самом деле это все в натуральную величину. Все это является трафаретами. По поводу еще материалов добавлю. Лежит вот такая вот, собственно, холст, наверное, на котором все это рисуется, с нанесенными направлениями какими-то, вдоль которых выкладываются. Ну, то есть нам облегчает жизнь и как раз белый цвет тем цветом, которым нам придется выкладывать. То есть, чтобы мы потом не мучились, ну, как это, насколько это все ровно, насколько это все длинно. Все прям классно сделано. Ну, ладно, тогда это получается не в натуральную величину. Нет, наверное, не в натуральную. Ну, и бог-то с ним. Результат все равно очень и очень классный будет. Я влюбилась в это изображение. И вот мы сталкиваемся с тем, что видим внутри рекламу. И я понимаю, насколько мне нравится результат такого вида творчества. Во-первых, это все акварель. Я обожаю акварель. Не ожидала, конечно, но вот во всяком случае в вышивке, как оказалось в олене шерстью, мне очень-очень нравится акварель. И показаны как раз наборы из этой серии. Мак и одуванчик. Я оба хочу. У них одинаковые размеры у всех. Шикарно. Мне не безумно нравится. Мне безумно понравились вот эти одуванчики. Ну, и здесь такая детальная проработка. Я не думаю, что я справлюсь с этим. Мне кажется, это очень сложный набор. Вот это нравится. Здесь, смотрите, даже какая-то бабочка как-то так изображена. Я тоже не уверена, что у меня получится. Хотя, возможно, возможно, все не так сложно, как кажется. Ну, и есть еще определенный бонус, что не будут двух одинаковых картин, потому что у каждого все равно, каждый своими ручками все это делает. Мне понравились здесь все. И домик этот. Ну, в общем, все-все-все наборы. Наверное, меньше всего меня впечатлели вот эти цветы. Не знаю, что это за цветы. Ну, не маки, наверное, потому что маки. Мне кажется, маки так не растут. Но не суть. Безумно понравилась. То есть реклама внутри удачная. И пока, на мой дилетантский взгляд, комплектация тоже очень удачная. И очень выгодно я это купила. Поэтому, ну ладно, не могу я сказать, что уж совсем производитель не задуман. Нет производителей, которые там делают близкие к идеалу наборы. Да нет, они, наверное, и в вышивке есть. Но пока, по моим запросам, вот так удовлетворили меня здесь. Как это назвать-то? Я не знаю. Ну, в общем, в картинах из шерсти. Ну, а когда я картину сделаю, то я знаю, как я использую. И все мы знаем, как я использую эту упаковку. Вот. Вот такие покупки, в общем, у меня в Самаре были. Уже не терпится все это начать, все это попробовать. Девочкам тоже. Меня уже все мучают, когда мы повышиваем, когда выкладываем алмазку, когда повышиваем бисером, когда мы что сделаем. Все ждут, когда я говорю, дайте мне снять. Когда я сниму и смогу там кому-то помочь что-то сделать, что-то начать, ну и выдать все материалы. За первые сутки после того, как я сняла вам видео о наборах, Настя вышла арбуз уже, ну, наверное, на четверть. Очень быстро, очень ловко пошла, я повторяю, ей всего 8 лет. Она умничка, и, ну, это ее. Даже вот, скажем так, все дети молодцы, все классные, все умнички. Но кому-то лучше дается одно, кому-то что-то другое. Настя, она рукодельница с такими же заведущими глазами, загремущими руками. Ей все надо, но скорость у нее, мне кажется, даже уже сейчас выше моей. Вот Даня выложил пиццу за один вечер, ну, в видео я вам это сказала, это было тоже здорово. Алиска начала выкладывать в виде на рога, что-то там не очень пошло. И, кстати, об этом я добавлю, клеевой слой как бы оказался так себе. Мне придется в городе, я уже докупила себе двусторонний скотч прозрачный, наклеивать на эту заготовку двусторонний скотч и выкладывать заново. Но там уже будет сложнее, если ошибешься, не поправить, придется, скорее всего, выкладывать мистилусом и пинцетом. Но единорозка небольшой, он мне так понравился, эти голографические стразы настолько шикарны, что я его выложу обязательно. Сын потихонечку выкладывает свою ракету. Ксюша попробовала повышевать вишенки, ей как-то не сильно зашло, хотя вот у нее зип-пакета, вот ей повезло больше. Насчет вот этих двух наборов кларта, которые я сравнила, ну, у меня такое очень двойственное ощущение от них, потому что, правда, в одном наборе только польский и казахский зип, в другом наборе есть зипы, в одном этих зип-пакетов нету. Там нету нитки, вообще нету нитки, мне это очень не понравилось. А еще, когда будете смотреть видео, обратите внимание, что в одном прописаны номера бисера, которые написаны на пакетиках, а в другом на пакетиках номера бисера есть, а на схеме их нету. Ну, благо там всего 6 цветов, и понятно, в общем-то, что это в арбузе. Но как-то было неприятно. И повезло еще, что я с собой взяла две катушки Титана 100, я взяла белые и черные, а так как там написано «вышивайте в цвет конвы», инструкция на самом деле о том, как первую закреплять бисерину, как последнюю, вот в инструкции этого нету, это тоже неприятно, но хорошо, что я уже вышивала бисер, и смогла девочкам подсказать. И катушка Титана 100 белого у меня, походу, уедет в Самару. Но у меня, как я уже говорила, руки загребущие, в Питере у меня его достаточно, и я не останусь в минусе. И девочкам как бы попроще будет, не надо будет это искать, покупать. Настя справилась феноменально быстро. Она спросила, а как закреплять нитку, я и начала, я ей показала, как закрепить. Закрепила первую, сказала, вот, по сути, так же, как вышивая крестиком, ты как одну нитку или три ты закрепляла там, так и закрепляешь здесь. И в начале, и в конце. Все, Настя справилась, ей главное подсказать и не помогать. То есть, ей так хочется вышивать, что она садится, ты ей подсказал, и она реально разбирается и делает. Вот это все страшно в первый раз, не могу. У нее все отметается, ей больше хочется заниматься, поэтому она быстро разбирается. Ну, и поэтому посмотрим мы сегодня законченную Настину работу. А в этот раз это работа, которую она здесь вышла за 6 на минуточку дней. Это, как я рассказывала, старый набор от Овна, к которому у меня, кстати, тоже есть вопросы. Но об этих вопросах я вам подробнее расскажу, когда буду снимать это в месяц. А пока посмотрим готовую работу Овчиниковой Анастасии Дмитриевны, которую она закончила за 6 дней в 8 лет в поселке Глушицкий Самарской области. Ну, а я по-прежнему от вас жду фотографии работ ваших родителей, детей, бабушек и дедушек на мою почту внизу в описании. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, подписка, в общем, все как всегда. Ну, и увидимся с вами в следующую пятницу. В этот раз это будет ТОП. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем хороших выходных. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok